Легенда мирового бокса, железный Майк Тайсон на открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино приехал в Роллс-Ройсе. В своей речи губернатор Борис Дубровский подчеркнул, праздник стал возможен потому, что руководство русско-медной компании, выступившее меценатом строительства комплекса, придерживается высоких стандартов социальной ответственности. Буквально год назад мы подобный проект открывали в Карабаше. Я недавно был в Карабаше и видел, сколько он популярен там, насколько открыт он для всех жителей Карабаша. Я постоянно занят, и это очень важно. Я хочу еще раз поблагодарить руководство русской медной компании за те решения, которые они принимают, за те объекты, которые они дарят жителям Челябинской области. Предлагаю поаплодировать. Глава Федерации бокса России вручил Борису Дубровскому и председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину благодарственные письма. Это на самом деле уникальный комплекс. Таких бы комплексов, если больше, мы вообще в мировом спорте будем на первом месте. Учитывая, что в Коркино есть уже заслуженные спортсмены, заслуженные тренера, которые участвуют в национальной сборной по боксу. И мы приглашаем наших почетных гостей разрезать символическую ленту и торжественно открыть этот невероятный, потрясающий, неподражаемый физкультурно-оздоровительный комплекс. Под ваши аплодисменты! На футбольном поле идет матч. Сражаются коркинские команды. Закладка камня произошла в этом году, 24 февраля. То есть стройка не более шести месяцев шла. 2500 квадратных метров сам физкультурно-оздоровительный комплекс, 6000 квадратных метров открытая арена. Вообще для РМК основное кредо – это забота о людях. И мы искренне хотим, чтобы город Коркино жил не только своим славным прошлым, но и стремился к такому уже не менее славному спортивному будущему. В Коркино никогда не было спортивных объектов подобного уровня. Очень рады и сами будем заниматься спортом. То есть есть стимул, пожелание. Очень заждуйте. Здоровье. Играю в волейбол уже несколько лет. Просто рад, что открылся такой замечательный стадион, где можно играть не только в волейбол, еще и в футбол. Это превосходная возможность для всего города. Мнение горожан полностью разделяет и титулованный гость. Первый класс. Потрясающе. Абсолютно потрясающе. Первый класс, наверное. Перед открытой тренировкой Майк Тайсон безропотно раздает автографы. Руслан Проводников и Костя Дзю в зале фотографируются со всеми желающими. Для дедушки можно, пожалуйста, можно. Сейчас мы общую фотографию. Сейчас Майк. Ребят, на общую, потом все. Легенды ринга готовятся дать будущим чемпионам несколько важных практических уроков. Нравится, как Майк Тайсон уклоняется делать маятников. Можно брать пример. Костя Дзю я смотрел. Мало боев, но смотрел. Нравится, как двигается. Я бы хотел стать чемпионом мира. И у этой мечты теперь есть все основания стать реальностью. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС «Челябинск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова